И вот все те самые необходимые новости, она нам сейчас расскажет. Здравствуйте, гороскопы коллеги. Пока Лена говорила, у меня возникла первая статка, Тарья Московского гостя, вторая часть Музовского балета. Я постараюсь первую часть сделать не очень длинной, потому что я утомила ваших коллег, которые пришли утром, они поняли, что, наверное, уже делать ничего не нужно и невозможно, учитывая изменения законодательства, не очень позитивные. Но я сейчас, может быть, попытаюсь пооптимистичнее вам рассказывать. Быстро довольно пройду те изменения, которые произошли в 2014 году, просто чтобы вы знали, что поменялось, и где потом это посмотреть. Скажу, что презентация, которую вы видите, она будет в Сибирском центре. Пожалуйста, если нужно, воспользуйтесь ей, посмотрите, уточните. Там есть и наши координаты. Если нужно будет задать какой-то вопрос, на который коллеги, не юристы, сразу не ответят. И достаточно большое количество времени мы посвятим тому, как нужно изменить уставы у фондов и учреждений. Коротко рассказываю о том, в каком контексте мы живем. В 2014 году какие изменения были приняты. Не буду останавливаться подробно, просто сейчас по этому слайду пройдусь довольно быстро. Что в 2014 году для нас было знаковым в изменении законодательства? Это первое и самое неприятное расширение полномочий в Министерстве юстиции. Министерство юстиции теперь может практически все, но за исключением того, чтобы проверить, как мы начинаем налоги и как платим заходы. В Министерстве юстиции добавилось два новых полномочия, очень важных и очень серьезных. Первое – это добавлять, вносить в реестр коммерческих организаций, выполняющие функции иностранных агентов самостоятельно, те организации, которые, по мнению Минюста, получают иностранные деньги и занимаются политической деятельностью. Второе полномочие – это проводить внеплановые проверки. Причем основания для внеплановых проверок есть два, против которых мы довольно сильно возражали и которые являются очень опасными. Это сообщение госорганов о том, что в деятельности некоммерческой организации есть нарушение законодательства госорганов, органов местного самоуправления и сообщение граждан, госорганов, органов местного самоуправления о том, что организация занимается политической деятельностью на иностранные деньги и при этом не зарегистрировалась в ревестр иностранных агентов. Эти два основания дают возможность Министерству юстиции приходить всегда, в любое время и проверять практически все. Есть еще основания для внеплановых проверок, а не менее печальные. Это заявление избирательной комиссии, указание распоряжения президента, на основании которых руководит соответствующий органам Министерства, дает свое распоряжение, то это не так сильно. Второй пункт изменения законодательства в 2014 году это отмена регистрации символики некоммерческих организаций. Мы очень долго и очень безуспешно жили с нормой, которая обязывала все некоммерческие организации, в том случае, если у них есть символика, зарегистрировать эту символику в Министерстве юстиции. Зарегистрировано очень небольшое количество организаций, Министерстве надоело писать в каждом предупреждении у вас зарегистрирована символика устранителя нарушения, они решили поступить проще, внести изменения в закон, по которому символика некоммерческой организации должна быть описана в уставе, причем подробность описания занес исключительно организации, как хотите, так и описывайте. Единственное, не должно быть государственных символов и экстремистских или фашистских каких-то символов в вашей сумме. И все остальное министерство юстиции уже не волнует. Все остальное будет волновать вас, если вы захотите зарегистрироваться в свою символику, как к вам. То, ради чего мы сегодня, в общем-то, собрались, это третий пункт, где мы выделим красным, это, так скажем, неожиданно ожидаемые изменения в гражданский кодекс, которые существенно повлияли на жизнь некоммерческих организаций, а насколько существенно повлияют в будущем, покажет время, потому что предсказать это довольно трудно. Появилось, вступил в силу закон, который очень многие просто не заметили в декабре прошлого года, закон о специальной оценке условий труда, который вводит с 1 января 2015 года ответственность за непроведение этой специальной оценки условий труда в размере до 60 тысяч, от 60 до 80 тысяч, на юридических лиц есть, это оценка труда, оценка условий труда не будет предвидеть. Это такая, в общем-то, опоследованная норма, которая нас касается, но еще один инструмент, который может использоваться как инструмент не всегда позитивного взаимодействия с некоммерческими организациями. И в 2014 году был принят закон об основах общественного контроля, который, по сути, запретил общественным организациям и коммерческим организациям заниматься общественным контролем, потому что субъектами общественного контроля стали исключительно общественные палаты и общественные советы и исполнительных уходных власти, а общественные и некоммерческие организации лишились возможности упоминать общественный контроль среди видов своей деятельности. И на этом основании многие организации уже получили отказ от перегрузки. И вот первые слайды, не буду останавливать ваше внимание, потом, если захотите, посмотрите, как раз говорят об этих изменениях законодательства и об основаниях неплавных проверок и о законе постоянной оценке условий труда и об общественном контроле. То есть о том, о чем я сейчас коротко сказала, рассказываю вам о том, в каком контексте мы с вами живем. Теперь остановлюсь на гражданском кодексе. Гражданский кодекс готовился, так скажем, начиная с 2008 года. И в 2008, 2009 и 2010 году было публичное обсуждение некоторых норм законодательств, нормы, которые предлагались, приводили в некоторый ужас, по крайней мере, тех, кто с ними знакомился. Но после того, как президент Медведев, чья идея была изменить гражданский кодекс, перестала быть президентом, в общем, идея потихонечку умерла. И возродилась исключительно в апреле 2014 года, как феникс из пепла, и сразу во втором и третьем чтении будет принято закон. И мы с вами 5 мая получили новые нормы гражданского кодекса, которые с 5 мая стали распространяться на новые организации, на те, которые сейчас создают, были созданы. И с 1 сентября 2014 года все нормы гражданского кодекса с заключением одной важной, о которой мы с вами будем говорить, меня вступили в силу. Основные новеллы гражданского кодекса это закрытый перечень организационных правовых форм. Форм у нас теперь 11. Потребительские кооперативы, вас они не касаются. Общественные организации, вас они тоже не касаются, потому что мы с вами собираемся по определенному принципу. Потом, опять же, посмотрите, если кто-то состоит в каком-нибудь территориальном общественном самоуправлении или в общественном движении, вы теперь общественная организация. Ассоциации и союзы, товариства собственников жилья, казачье общество тоже не знаю. А вот 7 и 8, 7 и 8, это наши с вами. 7 форма, которая установлена гражданским кодексом, это фонды. Причем к форме фондов, к организационной форме фондов, отнесены еще общественные фонды и фонды благотворительные. Фонды благотворительные никогда в жизни формой не были. Они были статусом фонда. Теперь это организационно-правовая форма, они так виды организационно-правовых форм. И учреждения, государственные, муниципальные и частные учреждения. С учреждениями на самом деле с одной стороны все просто, с другой стороны все очень нехорошо. И еще три формы, которые появились не сразу. Автономные некоммерческие организации сначала были отнесены к фондам, потом выделены в отдельную форму. Религиозные организации сначала были отнесены к общественным организациям, потом выделены в отдельную форму. Сами понимаете, почему. Потому что там озаботились этим вопросом. И публично-правовые компании. Что это такое, никто не знает. Из Гражданского кодекса о публично-правовых компаниях нет ни слова. Это просто один из фактов на всякий случай. Какая еще важная новелла? Все юридические лица, в том числе некоммерческие организации, разделены на две части. Корпоративные и унитары. Корпоративные – это не ваши. Корпоративные – те, которые основаны на институте членства. Ваши – унитарные. То есть те организационно-правовые формы, которые не основаны на институте членства, учредители которых не становятся участниками и не приобретают прав членства. Причем, если общее определение унитарных организаций в Гражданском кодексе есть, то, что такое унитарная некоммерческая организация, законодатель, заказать, затруднился, ну, и, видимо, будем действовать по аналогии. Что важно, то, что меняется понятие предпринимательской деятельности, и не только понятие, меняется само словосочетание, которых мы обозначаем деятельность, приносящую нам какие-то деньги. Теперь предпринимательской деятельности ни у фондов, ни у учреждений быть не может, может быть только деятельность, приносящая дар в год. Ну, это вам не интересно, это из концепции гражданского законодательства, которые потом посмотрите. Эта норма применяется, почему 14-15 года, конечно же, с 1 января 2015 года, почему-то я живу просто. С 1 января 2015 года ни один фонд, ни одно учреждение, ни одна ассоциация или общественная организация не может заниматься предпринимательской деятельностью, если не внесены соответствующие изменения, если деятельность не переименована в деятельность, приносящую доход, и что еще хуже, не внесено имущество, достаточное для осуществления деятельности, приносящей доход, в размере равного минимального установного капитала для общества коммунчайной ответственности. На дату вступления в силу принятия и вступления в силу участия норма Гражданского кодекса и на сегодняшний день пока еще это 10 тысяч рублей. Говоря простыми словами, если ваш фонд, это ваше учреждение, или ваше другое, некоммерческое и юридическое лицо осуществляло предпринимательскую деятельность и планирует осуществлять для МИИШ, в течение декабря, максимум января, нужно внести изменения в устав, назвать предпринимательскую деятельность деятельностью приносящей доход и определить эти 10 тысяч, которые никуда не денутся, даже если у вас не останется денег совсем. Они должны быть не снимаемым остатком, в кавычках, конечно, потому что идея вот этого вот имущества достаточного для осуществления предпринимательской деятельности была связана с тем, что наши коллеги-юристы, занимающиеся коммерческой деятельностью, не знают наши специфики и сказали, если вы кому-то окажете какие-то услуги, а еще сделаете это плохо, на вас же изыскание-то нельзя обратить, у вас же директ нет. Вот пусть у вас хотя бы 10 тысяч рублей. Хочу сказать, что изначально цифра была не 10 тысяч рублей, а 500 тысяч рублей. Это большая удача, что нам удалось договориться на более маленькую сумму. Что такое деятельность, приносящая доход? Ну, понятно, что те, кто зарегистрировался в последние месяцы, они уже с этой формулировкой зарегистрировались. Значит, деятельностью, приносящей доход, мы признаем деятельность, которая нам дает доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав. и дает нам нереализационные доходы. Я здесь в презентации даю вам приказ Минфина 99-го года, очень старый и действующий, в котором понятно, что такое доходы организации и каким образом можно будет в крайнем случае объяснять людям, которые придут вас или проверяются еще что-то с вами делать, что такое деятельность, приносящая доходы. Новые правила преобразования. Все формы могут преобразоваться в фонд, фонд может только рекридироваться. Это важно в том случае, если при новых условиях мы понимаем, что наша форма не может существовать дальше, мы не хотим, чтобы она существовала. Если мы попадаем, мы предположим, в некоммерческое партнерство, то мы можем стать ассоциацией, потому что некоммерческое партнерство, оно как бы подвид ассоциаций. Если мы общественное движение, мы можем стать общественной организацией, потому что это подвид общественной организации. Если мы общественный фонд, мы в любом случае остаемся фондом, потому что это подвид фонда. Но если мы учреждением хотим стать ассоциацией, то это будет реорганизация. Реорганизация это отдельная процедура, малоприятная, и просто так сменой наименований, к сожалению, не обойтись. Если у кого-то будут вопросы, как эта реорганизация происходит, обязательно я на это отвечу после того, как будет закончено. ГК предполагает типовые уставы для регистрации некоммерческих организаций, но их не будет. Ваш писатель никто не собирается. Думаю, что это нам с вами не будет интересно. Важно то, что Гражданский кодекс очень четко определяет, каким образом в уставе должен быть отражен адрес местонахождения. Это должно быть муниципальное образование, населенный пункт, муниципальное образование. Никакого адреса улицы, номера дома, номера квартиры в уставе не нужно. И если Министерство юстиции с этим не соглашается, пожалуйста, 24 статья, пункт 2, это же требование гражданского кодекса. Адрес полный, с номером дома, с номером офиса, указывается только в Едином регистре электрических лиц, нигде больше. Почему важно, чтобы у вас адрес был правильный? В уставе его может не быть, потому что вы можете переехать, вы можете поменять офис, и это не будет изменения в уставе, и это будет нарушение. Гражданский кодекс устанавливает, что мы с вами несем риск неполучения любой корреспонденции, даже если мы находимся по адресу, не по адресу, то есть что бы нам ни послали, особенно государственные органы, это априори считается нами сбалучным. Вне зависимости от того, как работает Почта России. Именно поэтому, пожалуйста, не указывайте адрес в уставе, указывайте правильный адрес в Европе. Если вы меняете адрес, не забывайте в течение трех дней проинформировать о университете юстиции, и они, соответственно, сообщают налогу. Новые правила ликвидации. Если вам хочется ликвидироваться, потому что все уже не дарило, есть шанс в течение года не сдавать отчет налогового, не осуществлять никаких операций по банковским счетам, и в этом случае через год налоговая может исключить вас из регистров юридических лиц. Надо сказать, что многие наши коррели в Москве этим воспользовались, и даже фонды, которые вообще введены исключительно по суду, воспользовавшись этим правилом, очень легко исключаются из гибрил и уже не существуют на радость своим учредителям и руководителям. Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда, если учредитель, это новелла, и это очень приятная новелла, потому что раньше организацию можно было ликвидировать решение учредителя, если цели достигнуты, а теперь можно ликвидировать, если учредитель понимает, что цели достигнуты, все равно невозможно. Возможно, и все. Поэтому он может обратиться в суд с просьбой о ликвидации организации, потому что он собрался сделать то, что сейчас сделать никак не представляется возможно. Вот это основание для ликвидации, которое вы на экране видите, оно очень беспокойное для меня, по крайней мере, потому что юридическое лицо может быть ликвидировано по иску госоргана, ну, или органа местного самоуправления, у которого есть такое право, но я не знаю такого у нас самоуправления, которое есть право для ликвидации, если юридическое лицо, а не говорить сейчас об общественной организации или благотворительном или ином фонде, систематически нарушает законодательство. Поскольку это очень расплывчатое основание, оно может использоваться как в хорошую сторону, так и в плохую. Скорее всего, будет использоваться не в хорошую сторону. Просто иметь в виду, что это тоже основание для ликвидации, причем не обязательно уведомлять организацию, которая заходила в бюджет. Вот уже ближе к тому, от чего мы с вами сегодня собрались, какие изменения нам нужно вносить в уставы. Что должен содержать любой устав любой некоммерческой организации? Вот четыре пункта, которые должны быть вне зависимости от того, в какой форме вы будете существовать дальше. Наименование, местонахождение, порядок управления деятельностью, предметы, цели деятельности. А сейчас наши документы все действуют, если мы не внесли изменения, действуют в части непротиворечащие гражданскому депутату. А? Пожалуйста, пожалуйста, предметы, цели деятельности. Мы еще будем об этом говорить. сейчас наши уставы действуют, но если в нашем уставе есть противоречие гражданскому кодексу, то в этой части наш устав признается недействительным. Это не страшно, это не важно, потому что перерегистрация это абсолютно четко написано в переходных положениях. Не требуется, никто вас не может заставить пойти перерегистрировать свой устав до тех пор, пока вы сами этого не захотите. Пока вам самим не придет свыше понимание, что нужно внести изменения устав. Но я возвращаю вас к предпринимательской деятельности и деятельности, приносящие доход. Если у вас эта деятельность есть, то ваш срок перерегистрации январь 15-го года. После января осуществляет деятельность, приносящую доход, без внесения изменений в уставах, без 10-ти тысяч, и без перечисления тех видов деятельности, которые вам приносят доход, можно, но это будет являться нарушением законодательства, и за это вас могут наказывать, причем первый, кто будет вас наказывать, это министерство юридиции. Поэтому с одной стороны срока нет, с другой стороны про 1 января помните и просто оценивайте свою деятельность. Если вы живете на грантах и пожертвования, живите спокойно. Если вы оказываете деятельность и получаете доход, 1 января для вас время чек, когда нужно все-таки, ну, хотя бы принять решение о том, что вы можете сделать. Если у вас меняется наименование, вы или партнерством стали ассоциацией, вы или общественным фондом стали фондом, это не влечет за собой изменение иных правоустанавливающих документов. То есть, если у вас есть свидетельство о собственности на предыдущее наименование, если у вас есть договор аренды долгий-долгий, договор безвозмездного пользования, со старым наименованием, вы можете ничего не менять. Единственное, вы просто уведомите контрагенту по договору, что у вас изменилось наименование в связи с изменением гражданского образования. Важно то, что переходные положения предусматривают, что в том случае, когда мы приводим уставы в соответствии с гражданским кодексом, государственная пошлина не взимается. Но для этого нам в протоколах обязательно нужно указать, что мы приводим устав в соответствии с изменениями гражданского законодательства. Изменить мы можем все, что угодно. Вспоминайте про символик. Какие-то другие положения, которые вас не устраивают, и вы хотите изменить, пожалуйста. Но чтобы не плодить пошлину, это не решается, это не нарушение, вы должны указать в протоколе, что мы меняем устав в соответствии с гражданским кодексом. Теперь мы это вам не можем. Теперь непосредственно про фондарную некоммерческую организацию. Про нас с вами, про фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации. Немножко изменилось определение фонда. Изменилось тоже исключительно стилистически, изменился порядок слов, поменялся просто порядок тех целей, ради которых он создается. Содержательно не поменялся. Но это определение, как мы выяснили уже из практики, дает возможность в Министерстве юстиции отказывать в регистрации тех фондов, где учредителем является один человек. С точки зрения закона, они это обосновывают таким образом. Видите, написано гражданами и юридическими лицами. У нас вообще все очень учреждается гражданами, но в оно написано, что может быть учреждено одним лицом, у фонда не написано. Из-за этого Минюст делает вывод, что фонд могут учреждить по крайней мере два человека, а не один. При этом тоже Министерство юстиции говорит, обращайтесь в суд. Через суд мы готовы признать, что мы правы, если суд вынес на решение, что фонд может учреждать этим человеком. На чьей стороне будет суд, сказать сложно, но практика сейчас такая, что фонд с одним учредителем, по крайней мере, в тех субъектов федерации, откуда приходит информация, коллеги мои работают по многим субъектам, не регистрировались. Просто это имейте в виду. Но если у вас фонд уже зарегистрирована одним человеком, ничего сделать невозможно. Добавить учредителя нельзя, так же, как и нельзя исключить. Но при регистрации нового фонда, пожалуйста, имейте в виду, что вот такая ситуация складывается. Теперь непосредственно об уставе фонда. Что устав фонда по новым правилам должен содержать? Наименование, включающее слово фонд. Это не поменялось. Местонахождение. Предметы целей деятельности. Ни задачи, ни основные виды деятельности. Довно называться предметы целей деятельности, потому что так определено гражданских областей. Об органах фонда, ну, об органах управления. В том числе о высшем коллегиальном органе. Это вообще история отдельная. Сейчас буду рассказывать. Об обучительском совете. О порядке назначения должностных лиц и о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации. Это очень интересная норма, потому что вообще имущество фонда, ну, после удовольствия требования кредиторов, оно направляется на то, ради чего создавался фонд. Но в гражданских областях есть такая строчка, что законом может быть предусмотрен возврат имущества фонда и его учредителей. Эта строчка вызывает споры среди моих коллег-юристов, потому что оптимистичные юристы говорят, ну, у нас же поменяется закон о некоммерческих организациях, а он точно поменяется. Может быть, там будет написано, что учредители смогут часть того, что они внесли, забрать себе. Они оптимистичны, коррекции говорят, нет, этого не будет. Это, скорее всего, государство не жилует для себя, потому что, когда государство создает фонды, оно же хочет назад получить имущество, если фонд вытекает дело. Ну, боюсь я, что пессимистичная точка потерения победит, но на всякий случай, просто имейте в виду, когда будет новый закон, посмотреть, что слипидируемым с имущественным гандиромовом. Извините, пожалуйста, есть раздаточный материал? Там есть схема, но это будет, пожалуйста. Это будет? Да, конечно, это будет, конечно, в первую сторону. Нам ничего не жалко. Теперь очень важно, органы фонда. Поскольку, я уже говорила вашим коллегам утром, что те люди, которые писали этот закон, вообще не знают, что это называется эта организация, никогда с ними не работали, никогда не сталкивались с ними, но не знают о них. Поэтому для них это было открытием. Если у вас в фонде, не дай бог, высший коллегиальный орган, называется правление, то вам не повезло. Потому что авторы закона решили нам давать примеры. И высший орган, высший коллегиальный орган фонда, они никак не назвали. Поэтому мы можем его назвать как хотим, хочешь совет, хочешь президиум, хочешь как угодно. Но только и не правление. Потому что они решили, что высший орган избирает, избирает, и это важно нам с вами для протоколов, единоличный исполнительный орган, то есть председатель, директор и кого угодно, и может назначить коллегиальный исполнительный орган. И в качестве примера нам здесь приводится правление. То есть правление в фонде теперь может быть только коллегиальным исполнительным органом. Причем, почему-то правление назначается, а директор избирается. Значит, мы долго думали, а так полагаем, что только была такая. Вероятнее всего, директор избирается с некоторым количеством кандидатов. Но это просто домысл. На самом деле, не обязательно, чтобы там был десяток кандидатов. А правление назначается, потому что там никакого выбора нет. Но это абсолютно неважно. Главное в протоколе, когда вы будете писать про директора, писать, что он избран. А когда вы будете писать про правление, писать, что он назначен. В противном случае, Минюст вам вернет этот протокол и скажет, что он назначен. То же самое в устали. Вот эти слова, они с точки зрения нормального человека вообще ничего не значат. Какая разница, да? Каким образом создаются эти органы фонда? Но для Минюста это будет основанием для того, чтобы отказать вам от администрации фонда. И это новая редакция уставов. А если уставы, уже утверждено, написано, что правление избирается? Ну, ничего хорошего. Нет, ну а что надо? На сети изменения уставов перевести с первой темы. Все, что есть, уже осталось. Понимаете, все, что есть... Я... Давайте сейчас я закончу. Ну, я не так много осталось, и потом мы конфликтный вопрос отсюда. Значит, поменялась исключительная компетенция высшего органа. Вот все, что написано курсивом, это те изменения, которые внес Гражданский кодекс. Предлагаю я не вникать в это дело, а просто из Гражданского кодекса, или из презентации, или списать эту исключительную компетенцию, не заморачиваясь. Потому что на самом деле, по сути, ничего не поменялось. Изменилась формулировка. Но поскольку наш замечательный менюст очень любит, чтобы у нас было все очень точно, и все из закона, не дай бог вам какое-то слово поменять, это будет просто не очень любимо. Хорошо. Потому что придется, что я это слово как раз потом и переписать. Очень важно в уставе указать, кто может этот устав изменить. Когда вы будете вносить изменения, разумывайте. Потому что устав может быть изменен учредителям, даже если учредитель вообще не принимает никакого участия в деятельности фонда. Вот он остался, Иванов Иван Иванович, учредитель. И у него осталось одно полномочие изменять устав. Может и так сделать. Если хотите. Если вы сами учредите. А может, естественно, это быть прерогативой высшего органа. Пожалуйста. Значительная компетенция. Но у нас появляется новая норма, которая есть в европейских странах и не была у нас. Она, с одной стороны, неплохая, с другой стороны, может использоваться и во вне. Устав фонда может быть изменен решением суда. Если какой-то из органов фонда, директор, управление и кто угодно, или государственный орган решил, что в том виде, в котором устав сейчас существует, дальше он существовать не может. потому что противоречит законам. А учредитель не меняет и высший религиальный орган не меняет. Значит, если у нас с вами предусмотрено, что учредитель, а учредитель, не дай бог, куда-то делся, то тогда решение суда единственный способ изменит устава. Когда будете подписать, продумайте, какой вариант изменения устава вам удобнее. Высшим органом, учредителем. Зависит это от того, что будет написано в уставе. поскольку закон дает различные варианты. Что касается ликвидации. Ликвидируется фонд только по решению суда. Мне не очень не нравится второе и третье основания для ликвидации, потому что они, опять же, очень расклышчатые. Но помните, что если вы сами хотите ликвидировать фонд, лучше в течение года не сдавайте отчетность и не введите никаких банковских операций. Потому что из нашего опыта ликвидировать фонд по суду можно. Это занимает примерно три года. И это достаточно муторная процедура, которую пройти можно или очень дорого, или очень нервно затратно. По поводу возврата имущества учредителям я вам уже говорила. Это просто как некоторая норма, которая пока не действует, вряд ли будет действовать, но не зависит сама по себе. По фондам основные положения – это все, что изменилось. Изменилось, на что надо обратить внимание, изменились названия уровня управления, изменилась компетенция, изменилось самоопределение фонда. Это важно, если вы и... Ну, естественно, предпринимательская идея, недеятельность, приносящая доход, это тоже нам критично. Теперь про учреждения. С учреждениями все вообще не важно. Потому что с одной стороны еще хуже, но хуже со мной. Определение учреждений, в общем, почти не потерпело никакого обвинения. Все так же для оказания услуг, все замечательно. Учредитель по-прежнему является собственником имущества. Все тоже так было, для оперативного управления. Тут, в общем, просто немножко меня напоминают формировки, по сути, все осталось то же самое. Вот. Что малоприятно? Это то, что не допускается соучредительство и местных юргейцев. Соответственно, учреждение может быть учреждено одним лицом. Понятно, да, почему индивидусть прикапливается к фондам? Вот написано «гражданином». И при этом, что неприятно, что неизвестно, как быть тем учреждением, то есть известно, но это их не устраивает. Сейчас вам скажу. У которых уже учреждители больше, чем у них. По органам управления. Учредитель определяет сам, каким образом будет управляться учреждением. В учреждении нет деления на высший орган управления, исполнительный орган. Учредитель определил, как будет, так оно и будет. Главное правильно записать в уставе. То, как учится учредитель, нужно просто облечь юридическую форму и забыть навсегда. Вот. Самое неприятное. С одной стороны, учреждение, которое создано до 1 сентября 2014 года, то есть до вступления гражданского кодекса в силу, и учредителем являются несколько человек или юридических лиц, не подлежит ликвидации по указанному основанию. То есть ликвидировать его невозможно. Но оно продолжать существовать тоже не может. Потому что в черном побелом написано учредителям может быть одно лицо и соучредительство не допускается. Предлагают автора закона или преобразоваться в автономную некоммерческую организацию или преобразоваться в фонд. Зачем они предлагают автономную некоммерческую организацию? Если учреждение преобразуется в ОНО, ОНО сможет исключить учредителей. Потому что ОНО, буду говорить чуть позже, единственная форма, которая предполагает исключение, добавление, полную смену учредителей организации. Это абсолютно новая норма. Она никогда не использовалась для некоммерческих организаций, и она для некоммерческих организаций вообще довольно чуждая. Но, раз есть, как есть. При этом, если в ОНО преобразовались, теоретически можно потом обратиться в учреждение с одним учредителем. Но это такая история очень тяжелая. Можно преобразоваться в ОНО. Но зачем? Очень понятно. А у нас учредитель ООН. Одно. ООН. Да. И у этого ООН два учредителя. Это ради Бога. Главное, чтобы у вас был один учредитель. Да, вам повезло. А вот среди наших коллег, которые обращаются в консультации, очень много учреждений, которые созданы с тремя гражданами, и они не хотят преобразовываться в ОНО, они не хотят преобразовываться в ООН. Вывести учредителей невозможно. То есть они практически в тупике. Что делать, никто не знает. Минюш тоже не видит никакого другого выбора. По учреждениям мы предлагаем следующий вариант действий, если учредители не хотят преобразовываться в ООН. По каждому конкретному учреждению писать в Министерство юридических и пытаться с ними решить вопрос. Понятно, что они могут решить вопрос с одной стороны исключительно по закону, а с другой стороны, я вот вашим коллегам приводила пример, общественная палата написала в Минюст письмо, что они не согласны общественной палаты с тем, что в общественной организации теперь не ходят юридические лица. А Минюст сказал, мы тоже не согласны. Но это уже неплохо. С этим письмом Минюст можно идти в какое-нибудь центральное управление и пытаться зарегистрировать общественную организацию с юридическими лицами. Ну, так и по учреждению. Мы говорили с департаментом, что, вероятно, они смогут каким-то образом, ну, по крайней мере, отвечать на запросы учреждений. Хотя мы говорили с предыдущим руководством департамента. Руководство департамента Федерального Минюста поменялось, поменялось не в лучшую для нас ситуацию. Теперь возглавляет тот человек, который долгое время работает в прокуратуре. Следующая форма унитарных организаций это автономная некоммерческая может быть создана одним учредителем. Замечательно. Дальше здесь начинается у нас испокляска, потому что никто не знает, как это все дело принимать и как это будет применяться. А автономная некоммерческая организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью. Для всех деятельность, приносящая доход, а для оно еще откуда-то выназна предпринимательская. У нас два варианта предположений. первое, что они просто забыли поменять. Может. Может, это вполне. А второе, что поскольку они не в курсе, что создаются. Посмотрели. Ну да, может, посмотрели. Но на нас-то это отражается не очень хорошо. А второй вариант, это то, что они, зная, что автономная некоммерческая организация создается для оказания услуг, решили, что раз она некоммерческая, то должна услуги оказывать даром, а если хочет за деньги, то только через долу. Но есть уже примеры, когда, по крайней мере, московский Миньюз регистрирует ОНО с двумя агентами деятельности и с предпринимательской, и с приносящей доход. Это, в общем, нонсенс. Но такие примеры есть, поэтому можно пытаться давить, если вы ОНО. если вы не хотите создавать ООО, пытаться пропихнуть вот эти два вида деятельности, что если вы будете заниматься предпринимательской, а предпринимательская отличается от приносящей доход по сути, только своей систематичностью. Тогда вы будете создавать ООО. Вот она, новая норма, касающаяся учредителей. Значит, пожалуйста, из ОНО можно выйти по своему усмотрению из учредителей. Можно включить новых, можно поменять полностью состав. Это очень интересная норма. К сожалению, нет заявлений. И как это сделать практически, пока непонятно. Потому что ни одно заведение, которое предусматривало смену учредителей, оно пока не разработало. Но, может быть, будет когда-нибудь разработано. Почему я там написала, что решает самую испстраненную проблему практики и некоммерческого законодательства? Потому что из всех организаций жаждут быть учредителей. Они создавали их в 90-е годы, а сейчас очень хотят с этим расстаться. Невозможно. Но вот вонос все-таки решили. О, оно, важное изменение управления. учредители учредителей осуществляет управление некоммерческой организацией. Если раньше он назначал директора, или там был какой-то совет директоров, или совет учредителей, то теперь учредитель сам должен управлять некоммерческой организацией. Хочет, не хочет, управляет, причем может создать коллегиальный орган, пожалуйста. при этом то ли случайно, то ли не случайно, так же как и в учреждении, у нас нет высшего органа управления, нет исполнительного какого-то органа, тут какая-то уже небольшая путаница исполнительного коллегиального есть. Но есть исполнительный единоличный. Учредитель может назначить директора, председателя и генерального директора, при этом если раньше у нас было ограничение, что работать в некоммерческой организации не может, я простыми словами говорю, больше одной трети ее учредителей. То есть не может такого быть, что мама, папа и сын создали автономную некоммерческую организацию и все там начали работать. Было ограничение, мог работать только один человек из трех. Здесь ограничение такое снято и абсолютно четко написано, что директор или лично исполнительным органом может быть один из учредителей автономной некоммерческой организации. Для автономных некоммерческих, которые готовы смириться за всей этой казутистикой, это неплохое изменение. По изменениям автономных некоммерческих это все, но есть еще два важных слайна, которые я хотела обратить ваше внимание. исходя из практики применения ВК последние три месяца. Что мы выявили и на что хочу обратить ваше внимание особенно. Когда вы вносите изменения в устав фонда, исключаем вообще раздел реорганизации, потому что реорганизация фонда за исключением пенсионного фонда не предусматривается. Об этом забывается, Нью-Йюс радостью возвращает в устав это у вас несоответствие законодательства. К характеру деятельности вашей, чем бы вы ни занимались, автономная некоммерческая организация, вы учреждение, вы фонд, вы пытаетесь добавить слова общеполезные цели. Общеполезные цели дают возможность получать пожертвования. Последние наши общения с налоговой инспекцией приводят к тому, что в том случае, если в организации общеполезных целей нет, то налоговая считает, что те договоры, которые у нас называются пожертвованиями, не являются таковыми, являются договорами оказания услуг со всеми вытекающими налоговыми последствиями. Если есть общеполезные цели, можно пытаться доказать, что договор пожертвования имеет право на существование. Когда мы вносим изменения, мы определение форм должны абсолютно точно переписать из гражданского кодекса. Никакой самодеятельности, никаких добавлений, кроме своих целей. Можно через запятую написать конкретную свою цель, ради которой создан фонд перед автономными коммерческих организаций и людей. Если это только образовательные цели, только социальные, можно включить, чтобы под менюр так и нужно. Под предметом деятельности организации помните у нас там в уставе раздел предмет и цели деятельности. Под предметом понимаются виде деятельности. Цель понятна, она и в определении написана. предмет это виды деятельности организации. При этом не забудьте, что когда мы говорим о деятельности приносящей доход, мы отдельно должны прописать те виды деятельности, которые приносят доход. Чаще всего это консультационные услуги, оказание реабилитационных услуг, что еще? Может быть сдача имущества в аренду, если у вас такие моменты ступятся. Шестой пункт, он тоже из практики, Министерство юстиции не признает понятие словосочетания иные виды деятельности. Если вы пишете фонд вправе также заниматься иными видами деятельности соответствующими законодательствам, эта фраза не пройдет, иные виды деятельности исключает сразу, а юст это не принято. седьмой пункт варьи относится проверяем наименование высшего органа, коллегиального органа. Особенно это важно для фондов, в котором законодатель определил, что управление это только исполнительный коллегиальный орган. Потому что у фондов управление всегда было много, умножить фондов правление было выше, и значит здесь придется просто менять наименование фонда. Для фонда необходимо иметь двух учредителей, просто, не то, что необходимо, с точки зрения закона, я не уверена, что это правильно, но с точки зрения практики, я вам рассказала, что Миндюст наставит на том, что у фонда должно быть два учредителя меньше, или надо быть готовым к судебному разбирательству, или просто спокойно добавить второго учредителя и садгестрируем фонд. Если у вас уже у фонда один учредитель, это на вас не распространяется. И при изменении устава обязательно проверить, кто этот устав будет в будущем изменять. Просто для себя определить, как вам угодно. Пока нам закон дает такую возможность, мы этой возможностью должны это распространять. И еще очень важно опять же из практики. У нас с февраля прошлого года меняется правило изменились правила оформления протоколов. В любом случае, когда мы будем вносить изменения устава, нам это надо оформлять протоколы. Естественно, что это должен быть протокол того органа, фонда учреждения или оно, который имеет право изменять устав. не обсуждается, но что в протоколе обязательно нужно указывать для того, чтобы вам не вернулись со словами неверного обвинения документов, ненадлежащие документы. Место и время проведения заседания. Причем место мы пишем подробно до улицы и номера дома, а время мы пишем 38 минут, 17.30 18.20 Время начала время окончания место подробных. В повестке дня не может быть слова разное. Меню слово разное не признает только закрытие перечень, только те вопросы, которые вы обсуждаете. Разного не бывает. В протоколе необходимо указать, какое лицо ответственно за подсчет голосов. Количество голосов за, количество голосов против и количество воздержавшихся. Слово единогласно не проходит ни под каким видом. Самое милое, то, что те, кто проголосовал против, надо убедить, объяснить, почему они против. Повторю, что я не видела ни разу протокола, где он был когда-то против. На всякий случай хочет. И здесь я забыла написать, но нужно обязательно указать, что кворум имеется. Сколько членов правления присутствует, правления или совета, или кого угодно, сколько всего, сколько присутствует, и словосочетание кворум имеется, такое магическое словосочетание, которое действует очень хорошо в Министерстве июзиции. При изменении устава не несите весь протокол, внесите выписку. Выписку оформляем точно по тем же правилам, которые сейчас выведите на экране. Не давайте Минвюсту больше информации, чем нужно. Вот второй пункт. Принятие устава много редакции замечательно, да? Третий пункт продление полномочий руководителя, кто генеральный директор или что, пятый пункт, лицо ответственное за государственную регистрацию изменений. Что вы там дальше обсуждали? Не надо. Имейте ввиду, что когда вы вносите изменение в уставу, относите его на ...